Евангельское чтение во второе воскресенье после Пятидесятницы, конец 4 главы Евангелия от Матфея, посвящено призванию учеников, которое произошло на берегах Галилейского моря. За некоторое время до этого участвующие в этих событиях люди Пётр с Андреем, Иоанн с Иаковым и, может быть, ещё другие ученики, будущие ученики Христа, за некоторое время были у Иоанна Крестителя в Вефаваре на Иордане, они слышали проповедь Крестителя, они пошли креститься от него, и там на Иордане они познакомились с Иисусом, они услышали слова Крестителя о том, что вот Агнец Божий, который берёт на себя грехи мира. Они узнали, что приблизилось царство Бога, наступают те дни, когда Бог устанавливает своё царство в Израиле, те дни спасения, о которых обещали, о которых говорили пророки. Вот это время пришло, и они увидели Иисуса, познакомились с ним, говорили с ним, и поняли, что по свидетельству Иоанна Крестителя это именно тот, кто пришёл от Бога для того, чтобы царство Божие открыть в этом мире для людей. После этого Иисус ушёл в пустыню на сорок дней, а Пётр с Андреем, Иоанков с Иоанном и другие вернулись в Галилею, вернулись к своей работе, ожидая, что теперь будет происходить. Это первый вопрос, и второй, ключевой, очень важный для каждого человека, в том числе и для этих братьев, вопрос, будут ли они пассивными наблюдателями событий, объектами каких-то действий Бога, которые будут совершаться помимо них, или от них что-то требуется, или нужно будет что-то делать, участвовать, потому что вовсе не предполагалось и не ожидали они, что Спаситель мира придёт и сам всё, сказав какие-нибудь заклинания, устроит. Необходимо следование за Христом, вот такое мессианское движение. Пойти за Мессией, пойти за Христом к этому Царству Бога. И вот в некотором недоумении, наверное, они не могли не задумываться об этом, что это будут за события, каково будет их место, или они останутся пассивно наблюдать, сидеть у дороги, когда мир пойдёт за Христом. И вот, собственно, в таком контексте звучат слова Иисуса, которые мы сегодня читаем, которые приходят на Галилейское море к этим людям, уже знающим его, уже ожидающим, что же он будет делать, и вот им он говорит, всё, день наступил, время настало, пойдёмте за мной. И они сразу же, без дальнейших каких-то колебаний, поскольку они уже внутренне готовы, они уже понимают, что вот этот человек, Иисус, поведёт нас всех к Царству. Они откликаются и следуют за Ним. То, что они всё оставляют, ни в коем случае не является, я бы сказал, проявлением безответственности с их стороны, а именно тем, что они уже всё, что могли, насколько могли, продумали и приготовились к тому, чтобы последовать за Иисусом. И согласились на то, что да, вот этот человек, на которого Креститель указал, и есть Избавитель, тот, кто приносит людям новую жизнь. И, собственно говоря, именно этот поступок учеников Христа так поучителен для читателя, для того и рассказывает евангелист об этом событии, чтобы мы увидели, как люди, которые познакомились с Иисусом, откликаются на его призыв. Часто нам это бывает трудно, потому что мы-то как раз не очень-то с ним знакомимся, не хотим узнавать его, или думаем об Иисусе разными людьми выдуманные глупости. Но вот для того, чтобы действительно это движение в Царство, поход в Царство Небесное начались, нам надо, как ученики, узнать Иисуса, продумать это для себя, сделать нравственный выбор и последовать за ним.